Контрнаступление ВСУ на юге идет по плану и может принимать разные формы, Уолл-Стрит-Джорнал. Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Уолл-Стрит-Джорнал. Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборонительную позицию или отвезти войска из других регионов страны. Украина также может получить разведанные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою. У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого, военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу. По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находится около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет Уолл-Стрит-Джорнал, американский. Генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы европейского командования США, также заявил Уолл-Стрит-Джорнал, что не ждет массированной атаки Украины. «Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы», — сказал он. Твитти подчеркнул, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов. Что известно о Контрнаступлении ВСУ на юге 29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате, россияне оставили свои позиции на первой линии обороны. Позже СНН сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию. Ранее британская разведка сообщила, что вооруженные силы Украины ведут контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.